Я обращался к себе с вопросом, Криштиану, как тебе стать еще сильнее, чтобы помочь команде? До 20 лет со мной часто беседовали опытные игроки, и я думал, Криштиану, тебе нужно становиться лучше. Они знают больше тебя, они опытнее. Но не все так же воспринимают критику, когда критикуешь. У меня есть дети, я знаю, о чем говорю. Иногда надавишь чуть сильнее, и они поступят наоборот. Нужно искать баланс в воспитании. Но, на мой взгляд, желание расти должно идти изнутри. Нужно гордиться, глядя в зеркало, и быть уверенным, что выложился на все сто. Я помню, когда я поступал в Оксфорд, мне пришла какая-то сумасшедшая идея, почему бы мне туда не поступить. Я решаю подать заявку, у меня не было ни знаний, ни оценок, ни денег. Я подаю заявку в Оксфорд, и мне приходит ответ, и говорит, молодой человек, мы вас не принимаем, у вас нету оценок, я думаю, попробую еще раз. Пробую второй раз, и мне опять отказывают. И в тот момент мое все окружение говорило, блин, да ты что, чувак, зачем тебе это надо? Я и так не возьму, то есть постоянно пыталась меня отговорить. А я очень верил в идею, я подаю третий раз. В третий раз мне приходит ответ, мы вас не принимаем, но за целеустремленность приглашаем на собеседование. Я приехал на собеседование и поступил в Оксфорд. Закончил его на двух факультетах с отличием. И вот знаешь, после всего этого я могу точно сказать, подумай, что было бы, если бы я на втором разе слился, сдался и просто бросил эту тупую затею, как говорило мое окружение. Никогда не смей сдаваться, топи до конца.